SCP-610. Ненавидящая плоть. Класс объекта Кетер. Особые слои содержания. Учитывая большую площадь заражения SCP-610, содержание в ограниченном пространстве невозможно. Изоляция участка оказалась намного более эффективной, а русское правительство дало разрешение под видом военных операций оградить периметр, чтобы не допустить проникновения людей на эти участки. В случае, если возле ограждения будет замечен любой организм, имеющий признаки заражения SCP-610, согласно протоколу ограждения следует вступить с ним в бой на расстоянии, применяя огнестрельное оружие до тех пор, пока он не будет обездвижен, а затем убить его, стараясь держаться на наибольшем возможном расстоянии. Любое живое существо, входящее в физический контакт с организмом, зараженным SCP-610, считается невозвратимым и должно быть немедленно сожжено. Любой человек, приблизившийся к организму, зараженному SCP-610 ближе, чем на 3 метра, должен быть немедленно уведен в с участка, изолирован от остальной группы и должен пройти медицинское обследование, проводимое исключительно при помощи дистанционно-управляемой техники и определяющее, началось ли заражение. Меры принимаются в соответствии с сопоставленным диагнозом. Описание. Первые сообщения о SCP-610 были получены от русского правительства через секретные каналы связи. В этих сообщениях говорилось в основном об исчезновении крестьян в одном регионе, и сообщения не принимались во внимание до тех пор, пока местная полиция, затем региональная полиция, в конце концов, агенты правительства не смогли выйти на связь в течение 72 часов. На участок было направлено небольшое военное подразделение, но его отозвали сразу же, как только правительство связало с организацией и запросило расследование. На фотографии люди, зараженные SCP-610 и преобразованная обстановка. Различим живой зараженный, неживой зараженный, зараженный, негуманоид и несколько нераспознанных зараженных. Зона распространения SCP-610 располагается неподалеку от озера Байкал, на юге Сибири. Зараженный участок отмечен на карте, с которой можно ознакомиться здесь. Синим цветом. На данный момент наличие других зон расположения инфекции не установлено. О намерении проникнуть на участок следует сначала сообщить руководству, затем получить подтверждение от разведки и по возвращении немедленно составить полный отчет. SCP-610, судя по всему, является заразным кожным заболеванием, первые симптомы которого включают в себя появление сыпи зуда и повышенной кожной чувствительности. По прошествии трех часов на груди и руках появляются шрамы, напоминающие плотную рубцовую ткань. Еще через час они распространяются на ноги и спину, и через пять часов полностью покрывают кожу больного. Воздействие высокой температуры значительно уменьшает время распространения заражения, и полное инфицирование в таком случае, согласно записям, протекает за пять минут. Когда организм заражается полностью, жизненные процессы больного прекращаются приблизительно на три минуты, после чего возобновляются, причем протекают вдвое или втрое интенсивнее, чем у здорового человека. Затем рубцовая ткань больного начинает самостоятельно двигаться и быстро расти. На этой стадии заражения обычные человеческие черты исчезают, и начинаются самые разнообразные мутации. У больных на этой стадии заражения наблюдались по три конечности – руки или ноги, или более. Деформированная голова, удлиненная, либо раздавшаяся в ширину части тел, на которых появились наросты лишней плоти, иногда заканчивались отверстия. Продолжительность этой стадии заражения неизвестна, и не у всех больных заражения доходят до следующей стадии. При неизвестных обстоятельствах зараженный человек перестает двигаться и останавливается на месте, которое сочтет подходящим, чтобы укорениться. Затем наросты плоти на теле больного начинают перекидываться на окружающие предметы и поглощать их. Такие предметы не переносят инфекцию. В отличие от живых существ. Однако, последствия длительного контакта с этими предметами приведены ниже. Предполагается, что такое поведение нужно, чтобы создать среду, благоприятную для дальнейшего роста других зараженных. Наблюдение сотрудников за живыми существами, зараженными СВ-610, не представляется возможным. Такие зараженные немедленно добиваются помощи, используя естественный человеческий порыв, что приводит к непреднамеренному заражению. Зараженные, прошедшие фазу рубцовой ткани, активно и агрессивно пытаются заразить любого, кто подходит к ним на неопределенное расстояние. Установлено, что если зараженный человек заметит незараженного, то он начнет двигаться по направлению к нему. Если зараженный потеряет возможность видеть, расстояние приблизительно в 30 метров считается безопасным. Было установлено искусственное наблюдение за поселением зараженного СВ-610, в частности, при помощи дистанционно управляемых роботов. Данные, полученные в результате этих наблюдений, а также открытая агрессия зараженных и их попытки распространить СВ-610, привели к тому, что объекту был присвоен класс Китер. Однако, с тех пор, как вход и выход с зараженного участка был запрещен, опасность считается нейтрализованной. Возникло некоторое беспокойство по поводу пещеристых участков под поселениями зараженных, которые были обнаружены во время географического исследования. Идет подготовка к попытке внедрить на эти участки научный персонал. Полевые протоколы. SCP-610-L1. Небольшой дистанционно управляемый мобильный робот отправляется в зону А, чтобы определить местоположение пропавших сотрудников. SCP-610-L2. Зараженный сотрудник класса D отправляется в зону С с видеооборудованием. SCP-610-L3. Первое обнаружение тоннелей, ведущих в зону А. SCP-610-L4. Автоматически управляемое исследование тоннелей зоны А. SCP-610-L5. Управляемое вручную исследование тоннелей зоны А. Следующий полевой отчет предназначен исключительно для сотрудников класса А и выше. Незаконное прочтение этого документа категорически запрещено и считается нарушением контракта с организацией и межнационального закона. SCP-610-L6. Данные удалены. SCP-610-L1. Полевой протокол номер один. После определения периметра распространения SCP-610, русское правительство дало разрешение на исследование и изучение участка. Для первоначального исследования небольшой робот Herbie, оснащенный камерой, был отведен на безопасное расстояние и направлен к зоне А. Заряда батареи Herbie должно было хватить на 12 часов, а дистанция, с которой можно было осуществлять управление, была гораздо больше, чем необходимо. Herbie входит в зону А без происшествий. Видно, что ландшафт вокруг зоны А находится на ранней стадии ассимиляции с одиночными зараженными SCP-610, лежащими на случайных расстояниях друг от друга вокруг того, что осталось от поселения. Многие дома, по-видимому, очень давно пострадали от пожара. Однако большинство строений остались неповрежденными. Согласно данным Аэрофоторазведки над зоной А и наблюдений с использованием тепловизионных приборов, предполагаемое количество зараженных равно 79, включая неподвижных зараженных. Однако трудно определить процентное соотношение подвижных и неподвижных. Обитатели зоны А, зараженные SCP-610 в различной степени, претерпели физическую мутацию. Предполагается, что все они достигли поздней стадии заражения. Herbie два часа проводил наблюдение на улицах поселения и поведение зараженных. В течение этого времени говорило о присутствии некого подобия социальной структуры. Поскольку в период наблюдения Herbie оставался неподвижным, точно неизвестно, чем занимается каждый отдельный зараженный. Однако на центральной полулощади время от времени наблюдались вспышки и спады активности. Требовалось больше информации, поэтому Herbie получил приказ войти в дом следом за зараженным. Запись с камеры подрагивает, когда Herbie движется по гравию, преследуя зараженного и идущего неуклюже, но быстро. Обстановка внутри дома запечатлена на фотографии, приложенной к основной статье о SCP-610. Тот самый зараженный, которого преследовал робот, на ней сидит за столом. Войдя в дом, Herbie медленно, чтобы не привлекать внимания, поднимает камеру. Это действие было незамечено или проигнорировано. Видно, как зараженный ковыляет по одному и оставшиеся рядом с каждым другим зараженным в поле наблюдения. Однако, по-видимому, игнорирует сидящего под столом. А тот, несмотря на способность передвигаться, не вылезает оттуда. Не ясно, кем это существо было до заражения. Обойдя вокруг стола трижды, первый зараженный, ниже называемый Альфа, останавливается перед зараженным, лежащим на кровати, Бета, и начинает яростно избивать его. Бета по неизвестным причинам не может встать с кровати, но не полностью неподвижен. Он машет руками в ответ на удары Альфы. Через несколько минут этого избиения со стороны Беты доносится пронзительный звук, после чего из его грудной полости выходит облачко газа неизвестного состава. Альфа задерживается над облачком, пока оно парит в воздухе, медленно опускаясь на пол. Не опознанное существо на столике справа от Беты явно начинает биться в припадке. Затем Альфа обходит комнату, еще дважды снова останавливаясь возле каждого зараженного, но все еще игнорируя сидящего под столом и Бету. Обойдя комнату дважды, Альфа садится за стол и ставит перед собой три тарелки, таким образом, как если бы накрывался стол к обеду. После того, как тарелки расставлены, вырасты на месте лица Альфы, тянутся к одной из тарелок и начинают свиваться на ней кольцами, а затем отделяются. Это повторяется с каждой тарелкой. Изображение, прилагаемое к оригинальной статье об SCP-610, является фотоснимком этого действия. После того, как каждая тарелка наполняется плотью Альфы, он встает из-за стола и идет в сторону Херби, который отходит с дороги. Альфа выходит из дома, но камера Херби все еще сфокусируется на столе. Через несколько минут группа из шести или семи зараженных входит в комнату с улицы, игнорируя Херби. Зараженные двигаются неуклюже и, по-видимому, с трудом. Некоторые делают резкие и широкие шаги, некоторые семенят, пошатываясь. Зараженные окружают стол, каждый берет из тарелок по горсти плоти Альфы и заталкивает ее в какое-нибудь отверстие. Кто-то в рот, кто-то в грудную полость, кто-то в спину, кто-то в подмышечные впадины. Опустошив все тарелки, группу уходят. Херби остается в доме еще на несколько минут. Затем, когда становится ясно, что здесь больше ничего не произойдет, убирает камеру и выходит из дома. Выйдя из дома, Херби сразу сталкивается с чем-то панорамированием. Препятствие показывает, что это Альфа, чьи лицевые выросты переплелись с выростами другого зараженного, подвергнувшегося такой же мотации. Столкновение игнорируется, и двое зараженных через несколько минут распутываются. Затем Херби получает приказ продолжить исследование поселения. Останки того, что, по-видимому, было магазином, выглядят так, как будто пострадали от сильного пожара. Похоже, внутри здания есть движение, и Херби отправляется исследовать его. Дверь приоткрытой распахивается на стежка до Херби, решительно толкает ее. Это действие остается незамеченным, либо игнорируется. Внутри магазина находятся несколько зараженных, большинство из них стоит. Один катается по полу вперед-назад в пределах одного шага. Остальные игнорируют этого зараженного. Херби проезжает под стойкой, отделяющей кассу от зала, и панорамирует человека, стоящего за прилавком. Он по пояс высовывается из люка в подвал за прилавком. Одет в форму русского солдата. Внешне не похож, что он находится на поздней стадии заражения. Херби масштабирует изображение, чтобы подтвердить опознание, и становится заметно, что его глаза находятся в постоянном движении, и часто останавливаются на Херби. Остальное тело существа не двигается. Херби получает приказ покинуть это помещение и отправиться в подсобное помещение. На складе штабелями лежат тела. Видны кусочки ткани, как военной формы, так и повседневной одежды. Тела уложены таким образом, что невозможно различить черты их лица. На телах сидит зараженный, нижняя часть тела которого, по-видимому, ассимилировалась с грудой тела, а верхняя часть свободно колыхается и подрагивает. Приблизительно каждые 10 секунд из верхней части туловища зараженного вылетает облачко спор. Херби получает приказ покинуть помещение. Покинув помещение, Херби проходит мимо колодца, лицом к которому смотрит несколько зараженных. Руки каждого разведены в стороны и касаются рук тех, кто стоит рядом. Эта цепь была бы замкнута, если бы не один зараженный, руки которого прижаты к бокам. Херби проходит мимо этого зараженного и направляется к зданию, которое, по-видимому, является ратушей или мэрией. И в этот момент зараженный приходит в движение и хватает ровера. Камера Херби фокусируется на лице зараженного. Оно, на удивление, хорошо сохранилось, учитывая состояние остального тела, которое страшно распухло. Внешне зараженный напоминает маленькую девочку возрастом в 10-12 лет. Он раскачивает Херби из стороны в сторону, не отводя от него взгляда. Лицо зараженного неожиданно раздувается и взрывается множеством полосок плоти, которые хватают Херби и пробираются внутрь его механизма. На этом видеопередаче Херби обрывается. С этого момента было решено, что Херби потерян. Однако никто не вспомнил о том, что надо выключить видеопередачу, посчитав, что она не продолжится. Пять часов спустя видеопередача Херби снова включилась. Ровер, по-видимому, неподвижен. Изображение с камеры выглядит как взгляд на колодец сверху. На записи присутствует некоторая размытость. Появившаяся, по-видимому, из-за липкой пленки, которая обычно покрывает линзы. И обеспечивает замечательное качество съемки, если не загрязняется. Херби не откликается на дистанционные команды, но съемка рывками переходит от одной цели к другой. Изображение масштабируется и отдаляется само по себе. Видеопередача отключена вручную, а связь с Херби приказана ликвидировать. Перейти к следующему документу. SCP-610-L2 SCP-610-L2 Полевой протокол номер 2 Во время сооружения заграждений вокруг зоны распространения SCP-610, несколько сотрудников класса D были инфицированы вследствие нападений зараженных поселенцев или животных, которые вместе с остальными зараженными разбрелись по территории в результате попыток побега и неосторожного поведения. Большая часть зараженных сотрудников была немедленно уничтожена огнеметными приспособлениями. Однако несколько зараженных были помещены в холодные хранилища, в которых неизбежное прогрессивное ровно мутации, вызванных SCP-610, несколько замедлялось. Было решено использовать нескольких из этих зараженных в качестве носителей видеопередатчиков и отправить их в близлежащие зоны. Ввиду беспокойства по поводу потери оборудования во время исследования SCP-610-L1, все трое сотрудников, отправленных в зону С, были снабжены одной видеосистемой на троих. Кроме того, их снаряжение включало в себя канистру бензина емкостью в один галлон, 3,78 литра, три сигнальных ракеты, три пистолета калибра 9 мм с тремя патронами в каждом, три порции питательного рациона. Зараженные сотрудники получили инструкцию вести наблюдение по возможности избегать взаимодействия с зараженными поселенцами. Но если они столкнутся с агрессией или же почувствуют, что теряют разом под влиянием SCP-610, они могут убить столько зараженных поселенцев, сколько сочтут нужно, и нанести столько повреждений зараженным предметам и имуществу, сколько смогут, не прерывая видеопередачу. Смысл этого приказа заключался в том, чтобы собрать данные об общинах зараженных SCP-610 в ситуации внезапного нападения. Так что наилучшим решением было задействовать план ликвидации. На момент экспедиции предполагалось, что в зоне ЦМ возможный источник происхождения SCP-610, поскольку на ее территории находилось намного меньше подвижных зараженных, чем в других зонах. А здания выглядели так, как будто не раз подвергались терраформирующим эффектам неподвижных зараженных. Участникам экспедиции, далее названным D1, D2 и D3, было приказано уделить особое внимание всему, что могло являться источником возникновения SCP-610. Переход из лагеря в зону Ц удался без происшествий. Признаков, свидетельствующих о наличии животных на этой территории, замечено не было. Когда до зоны ЦМ оставалось 30 метров, сильно поднимается температура воздуха, и участникам экспедиции приходится снять теплую верхнюю одежду. Температура снова резко поднимается, когда экспедиция вступает на территорию зоны ЦМ, и участникам приходится снять одежду в избежании теплового удара. Атмосферу описывают как очень сырую. Температура воздуха приблизительно 32 градуса по Цельсию. Почти сразу бросается в глаза следующая особенность зоны ЦМ. Вся территория, по-видимому, окружена цепочкой неподвижных зараженных переселенцев. Приблизительно через каждые 5-6 метров возвышается столб, образованный двумя-четырьмя зараженными, слившимися воедино. На некоторых столбах все еще различимы лица или анальные отверстия, помимо нескольких других отверстий, не существующих у нормальных людей. Все эти отверстия непонятным образом функционируют, как источники производства тепловой энергии. Предполагается, что для самых поздних стадий СП-610 реформируют окружающую среду, чтобы облегчить свое распространение. Всего через несколько минут исследования столбов. В зоне ЦМ у Д-2, который был инфицирован за несколько часов раньше, чем Д-1 и Д-3, начинаются судороги. Прогрессирование фазы рубцов тканей СП-610 идет полным ходом. Д-2 корчится на земле. Через 45 секунд почти все его тело покрывается наростами плоти, болезненно желтого цвета. Д-1 убивает Д-2 выстрелом из пистолета. Снаряжение убитого остается на месте. Распространение СП-610 на Д-2 продолжается, даже после смерти, пока не прекращается движение. Пока командный пост передает Д-1 и Д-3 новые инструкции касательно этой ситуации, участок зоны ЦМ, на котором лежит тело Д-2, щита начинает меняться. На видеосописи видно, как на земле среди похожей на плоть порослей под его телом появляется трещина. Из нее высовывается несколько жилистых выростов и втягивает его труп внутрь, после чего отверстие быстро закрывается. Это заняло не более трех секунд. Д-1 и Д-3 решают, что им в условии таких высоких температур нужно действовать быстро, чтобы избежать такой же судьбы. И направляются к центру поселения и сталкиваются с очередным неизвестным ранее феноменом. Точно в центре городка, над тем, что когда-то было городским колодцем, висит шар. Он держится на подпорках, состоящих из зараженной СП-610 плоти. В этом шаре присутствуют как люди на ранних стадиях заражения СП-610, так и немалое количество тех, кто достиг поздней стадии. Также можно различить некоторых животных, таких как олени и медведи. Весь шар из флоти пульсирует и с периодом приблизительно в 5 секунд. И после каждого колебания с экватора шара вылетает нечто вроде спор. Эти споры оседают на землю и, по-видимому, поглощаются преобразованной средой. Д-3 начинает обливать шар бензином. И на вопрос испуганного Д-1 отвечает, что эта штука будет гореть не хуже остальных. К этому моменту командный пост перестал передавать команды, поскольку ситуация быстро ухудшалась. В зоне С ничто и никто не реагирует на действия до тех пор, пока участники экспедиции не зажигают сигнальную ракету и не пускают ее в шар, который моментально загорается. На записи слышно шум, исходящий из неизвестного источника, находящегося, по-видимому, далеко за пределами зоны С. Однако его было слышно даже на командных постах зоны С и А. Этот шум описывается как нечто среднее между звуком взрыва, как если бы в горах взорвали мощные заряды, и рычанием огромного дикого животного. Через 15 секунд после того, как раздался этот звук с зоны А, сообщили, что в поселении произошло несколько взрывов. Через 5 секунд после этого сообщение шарообразная масса в центре зоны С взрывается. Д-1 и Д-3 отбрасываются взрывной волной. Д-1, поднявшись, утверждает, что Д-3 погиб, пострадав от осколков колодезной кладки. Д-1 сообщает, что ушибся и заработал звон в ушах. Но если не считать быстрого распространения инфекции, SCP-610 от взрыва не пострадал. Д-1 снял с себя видеооборудование и заглянул в камеру. Из-за угла съемки невозможно точно понять, что случилось в зоне С. Но что-то в центре городка привлекает внимание Д-1. Он смотрит туда в течение нескольких секунд, а затем бросает камеру в противоположном направлении. Камера падает на землю объективом вверх. В последнее мгновение записи камеры Д-1 видно, как гуманоидное существо летит по воздуху. И с той же стороны слышен звук удара. Через три секунды после этого неизвестное существо наступает на камеру и раздавливает ее. Командные посты повсеместно оставались в состоянии повышенной боевой готовности в течение 24 часов после события. Однако больше ничего не произошло. Перейти к следующему документу SCP-610-L3. SCP-610-L3. Полевой протокол номер 3. Разрушение, вызванные провалом попытки исследования зоны С, описанной в протоколе SCP-610-L2, привели к тому, что в зоне А произошло несколько неожиданных событий. После того, как сферическое образование в зоне С было подожжено и ничтожено, самолетов-разведчиков можно было наблюдать, как у зараженных. SCP-610 в зоне А начали припадки. Начались припадки и судороги. Неподвижные зараженные SCP-610 быстро иссохли и умерли. В то же самое произошло и со всей плотью, распространившиеся на неживые объекты в поселении. Всеподвижные зараженные SCP-610, которым удалось снова встать на ноги, направились к тому зданию, которое раньше, по-видимому, было домом представителя высшего сословия, и вошли внутрь. Как только зараженные оказались внутри здания, фундамент обрушился, и оказалось, что под ним находится карстовая воронка. Учитывая размеры воронки, по сравнению с размером строения над ней, разрушение всего здания было невозможно. Это привело к мысли о том, что нечто внутри воронки приложило к зданию определенную силу с намерением втянуть его внутрь и открыть воронку. Диаметр воронки был таков, что в нее могло бы пройти трое взрослых людей плечем к лечу. Беспилотным летательным аппаратом удалось осветить воронку лишь на 4 метра вглубь. Когда в воронку бросали предметы, звука удара слышно не было. Предположительно, глубина воронки составляет более 1000 метров. Исследование внутренней поверхности воронки в зоне А удалось вести только в течение двух часов. Образцы воздуха в зоне А показали, что все вещества, связанные с SCP-610, исчезли. Все зараженные живые существа, не эвакуировавшиеся в воронку, умерли на поверхности. И вскоре от них остались только сморщенные оболочки. Была одобрена отправка личного состава на исследование зоны А, которое немедленно началось. В течение 30 минут туда отправились три исследовательские группы, каждая из которых состояла из двух или трех исследователей и четырех-пяти вооруженных охранников, и разбили на руины в поселении станцию. Образцы ткани погибших зараженных SCP-610 и преобразованных материалов были отосланы в центральное управление для обработки и транспортировки. Одной группе удалось найти в здании небольшой образец все еще живой ткани SCP-610 и консервировать его для последующего изучения. На втором часу исследования зоны А вокруг воронки расставили несколько эхолокаторов, чтобы получить точную картину внутреннего рельефа воронки и, возможно, ее ответвлений. В конце второго часа, прежде чем были выключены эхолокаторы, в зоне А было зафиксировано повышение сейсмической активности. Две группы из трех остались в зоне, а третья, взяв образцы, отправилась в центральное управление. В момент повышения уровня сейсмической активности третьей группе приказали вернуться в центральное управление и отклонять запросы, если их попросят вернуться в зону А, чтобы оказать помощь. Сейсмическая активность в зоне А превысила уровень в 2,3 балла по шкаре Рихтера, а затем утихла. Сразу же после этого из воронки хлынул поток спор SCP-610, которые покрыли участок радиусом 50 метров вокруг воронки. Все сотрудники, находившиеся в зоне, были одеты в костюмы для работы в опасной среде класса А. Так что этот взрыв-спор напугал их, но не привел к заражению. Сразу после того, как они сообщили о взрыве, обе группы в зоне А были атакованы летающими существами, зараженными SCP-610. При помощи БПЛА удалось заснять их. Оказалось, что все они достигли очень поздней стадии заражения. Так что невозможно было даже определить, что они представляли из себя ранее. Многие из этих созданий нападали следующим образом. Они разделяли свою голову, напополам зажимали человека, между половинами поднимали его в воздух, и если получалось, сбрасывали над воронкой. Эти летающие зараженные оказались уязвимы к личному оружию и оружию ближнего боя. Пока группы расправлялись с ними, двое следователей упали в воронку, а один попал под перекрестный огонь. Раненый сотрудник был немедленно убит, когда у него начали проявляться признаки заражения из-за повреждения костюма. Прежде чем оборвать видео и радиосвязь с командами, оставшимися в зоне А, произошел второй скачок сейсмической активности, мощностью от 1 до 1,5 баллов по шкале Рихтера. Все сосредоточили внимание на воронке, приготовившись ко второму бою. Второй поток спор хлынул из воронки, в то время как сейсмическая активность усиливалась. Когда сила толчков достигла от 3 до 3,5 баллов, из воронки начало вылезать ранее не встречавшееся существо, зараженное СП-610. На единственном снимке этого существа можно заметить, что его голова с трудом высовывается из воронки. Похоже на человеческую, но в 20 раз больше. Тело неразличимо. Видео и радиосвязь оборвались, когда сейсмическая активность возросла до 7 баллов за 2 секунды, а затем резко прекратилась. Дальнейшая аэрофоторазведка над воронкой в зоне А и прилегающих территорий показала нулевую активность и отсутствие каких-либо следов исследовательских групп. Все сотрудники числятся пропавшими, а оборудование считается утерянным. Перейди к следующему документу. SCP-610-L4. SCP-610-L4. Полевой протокол номер 4. Ситуация обнаружения, изучения и урегулирования SCP-610 стремительно ухудшалась, пока не дошла до того момента, когда руководство начало рассматривать страховочные варианты. В зоне А ничего не происходило более часа после того, как исследовательская группа пропала во время сейсмических процессов, описанных в протоколе SCP-610-L3, и последующего контакта с ранее неизвестными формами жизни SCP-610. В связи с отсутствием активности в зоне А была санкционирована двухэтапная отправка дистанционно управляемого дрона. На первом этапе предполагалось сбросить ретранслятор возле кастровой воронки в зоне А, а на втором направить дрона прямо в воронку, чтобы собираемые им данные транслировались на ретранслятор, откуда они будут передаваться в штаб. Дроны на территории зоны были оснащены солнечными батареями и аккумулятором, рассчитанным на 4 часа работы. Прилагается видеозапись, сделанная дроном, отправленным в воронку зоны А до потери контакта с ним. Передача начинается. Видно лицо исследователя, заглядывающего в камеру и протирающего линзы тканью для полировки. На связи исследовательский дрон R-CP610-1. Проверка системы. Видеопередача подтверждена. Сейчас проверяем роторы и, если все будет в порядке, запускаем его. Слышно, как начинаются вращаться лопасти вертолета. Видеокамера поднимается в воздух. Камера наклоняется влево-вправо. Проверяем возможность панорамирования. Затем начинает снимать воронку зоны А. Видеозапись в норме. Механизм в норме. Канал передачи доступен. Ладно, сбрасываем дрон сейчас. Адиозапись стихает, когда камера наклоняется вниз и заглядывает в темноту воронки. Приблизительно через 2 минуты спуска включаются прожектора дрона. Они освещают неровные стенки шахты. Поначалу неясно, что могло создать воронку. Но на первый взгляд кажется, что шахта, скорее всего, появилась в результате одиночного события, а не долговременного бурения. На 15 метрах спуска видны следы ткани СП-610, оставшиеся в почве и налипшие на камни. Ткани неактивны, но сохраняют свое строение и внешний вид, в отличие от образцов, находившихся на поверхности, которые мгновенно сморщились и иссохли. Возможно, существует связь между этими тканями и последними событиями, записанными во время СП-610-Рейль-3. Спуск продолжается. На глубине 100 метров в стенках кастровой воронки начинаются встречаться ответвляющие туннели. Панорамирование показывает наличие небольших туннелей, ответвляющихся от воронки через явно случайные промежутки, но не на какой-либо одной стороне воронки. Эти туннели сочли слишком маленькими, чтобы в них можно было провести какое-либо полезное исследование. Спуск продолжается. Заметно возрастание концентрации ткани СП-610 на стенках с увеличением глубины. На 250 метрах видно дно и туннель, отходящий от него под острым углом, что предполагает неестественную природу его образования. Как и подозревалось, видеокамера дрона перефокусируется на этом туннеле, и дрон продвигается дальше. СП-610 теперь целиком покрывает внутренние стенки туннеля, и приходится следить за тем, чтобы дрон не касался поверхностей. Впереди на расстоянии примерно 5 метров замечено движение. Прожекторы дрона сбавляют яркость в контур управления. Включается оружие. Дрон РСП-610 оборудован пулеметом калибра 5,56 мм с 50 патронами. Предполагалось, что он будет использовать скорее для того, чтобы не допускать к дрону диких животных, и по возможности защищать его от нападений, чем для того, чтобы убивать, хотя с его помощью вполне можно справиться с нападающими людьми в небольших количествах. Камера фокусируется на шевеляющейся груди плоти на расстоянии примерно 3 метров впереди. После того, как фокус устанавливается, оказывается, что шевелится нечто напоминающее незараженного оленя, который извивается в охватке выростов ткани СП-610. Олень непонятно зачем подвешен над полом. Дрон получает команду обогнуть пойманного оленя, не прекращаясь снимать его на камеру, пока не отлетит на безопасное расстояние. С оленем ничего не происходит, и дрон спокойно двигается мимо него. На полу туннеля до этого относительно ровном и в различных местах 5 метров впереди дрона, примерно 30 метров позади, замеченного оленя появляются крупные бугры. При приближении оказывается, что этим выступы напоминают поселенцев, сбежавших в кастровую воронку из зоны А после разрушения зоны С. Слышен звук струящейся воды, и дрон продвигается вперед. Через 100 метров продвижения по туннелю шум воды становится оглушительным. Прожекторы дрона освещают поток воды, возможно, берущий свое начало из одной из соседних рек на участке. Дроид подставляет в поток контейнер для сбора образцов, позволяет ему наполнить водой. Затем прикрепляет к контейнеру активный радиомаячок и сбрасывает поток. Последующее обнаружение исследования этого образца показало отсутствие СП-610 в подземных водах. В этой точке туннель разветвляется на два прохода. Один ведет в обход реки и затем, по-видимому, вниз. Второй идет прямо вверх от источника света в потолке. Для облегчения возвращения дрона был выбран второй проход. Во время настройки траектории полета дрон соприкоснулся с одной из стенок туннеля, покрытой СП-610. В результате чего ткани были сильно повреждены пропеллером дрона. К тому времени он уже заканчивает, устанавливает траекторию, и камера фокусируется на точке столкновения. Дрон начинает подниматься. Через примерно 300 метров подъема, занявшего приблизительно 45 минут, дрон приближается на поверхность, в той части горы, где дует особенно сильный ветер, и получает команду держаться поближе к земле. Панорамирование местности показывает, что там, возможно, находится давно заброшенное поселение. Точное установление местоположения невозможно, однако предполагается, что оно находится вблизи зоны B. Судя по пройденному дроном пути, строения в поселении покрыты омертвевшими слоями СП-610, и в отличие от строений в зоне А и зоне С, которые только внешне покрытыми СП-610, здесь строения, по-видимому, целиком состоят из вещества тканей. После поверхностного сканирования зоны B выясняется, что на этой территории нет ничего живого, ни природного, ни связанного с СП-610, поэтому дрон получает команду вернуться обратно в туннель. Воздушные потоки на территории делают невозможным возвращение дрона по воздуху. Во время спуска в туннель на аудиозаписи слышно рычание, а видео становится прерывисто, как будто что-то блокирует сигнал. В те моменты, когда с дроном поддерживается хорошая связь его, камеры оружия наклоняются вниз, а пропеллеры замедляются, чтобы увеличить скорость падения. На последние две минуты видеозапись становится очень чёткой. Снизу на дрон бросается нечто, напоминающее огромное лицо, размерами в 20 раз больше человеческого, на котором нет никаких черт, кроме тех, что образовались из ткани СП-610. Есть глазницы, но нет глаз, есть рот, но нет зубов. Дрон открывает огонь по этому камку плоти. СП-610, однако, пули не останавливают его, а следы от попаданий видны только несколько мгновений, после чего затягиваются. В туннеле нет ниш, где дрон мог бы спрятаться от атаки, и камок плоти поглощает его. РСП-610 считается потерянным, пока через три часа передача необъяснимым образом не возобновляется. На поступающем с дрона видео видно несколько зданий, освещенных одним из двух прожекторов дрона. Камера панорамирует окружающую территорию, не получая соответствующих инструкций от ретранслятора или из штаба. На записи видно множество существ, бродящих вокруг. Ткани СП-610 закрывают объектив дрона, и видеопередача окончательно прервается. Было одобрено исследование с участием людей. Результаты описаны в документе СП-610-L5. СП-610-L5. Полевой протокол номер 5. Центральный штаб дал разрешение на штурмовой поход в туннеле под зоной А, чтобы попытаться выяснить степень распространения заражения СП-610. После разрушения зоны А и зоны С выяснилось, что СП-610 можно сдержать и уничтожить, благодаря чему первостепенную важность приобрело нахождение источника заражения. В первом спуске в туннеле участвовало 5 групп. Две исследовательских и три штормовых, которые были снабжены всем оборудованием, необходимым для создания подземной операционной базы. Спуск в туннеле был организован с помощью системы блоков и подъемников, чтобы спустить оборудование. Штурмовые группы, вооруженные огнеметами, чтобы зачистить территорию от СП-610, опустились первыми. Все группы сумели спуститься без происшествий, а огнеметы обеспечили относительно спокойное путешествие к источнику воды, рядом с которым был потерян дрон РСП-610. Базовый лагерь для подземных операций с СП-610 располагается в точке схождения трех туннелей, четырех щитая ручей. Первый ведет из зоны А в штаб-печеру, второй ведет в разрушенное поселение, которое находится в горах над местом, где РСП-610 был уничтожен огромным неизвестным существом из плоти СП-610. Третий туннель ведет на запад и, по-видимому, на протяжении неизвестного расстояния следует рядом с ручьем. В этом месте пещера достигает довольно крупных размеров и поддерживается каменистыми образованиями, покрытыми разложившейся тканью СП-610. Состояние ткани позволяет предположить, что она находится здесь в течение очень долгого времени и, по-видимому, служит для укрепления опор. Неизвестно, делалось ли это специально или произошло в результате совпадения. Исследовательские группы разделяют действия. Одна строит штаб-печеру, а вторая собирает образцы СП-610 в различных состояниях. На этой территории не обнаружено различных материалов, а существо, заснятое автоматическими дронами, нигде не появляется. Три из четырех групп получают приказ пройти по неисследованному туннелю, в то время как БПЛА готовится ко второй разведке вертикальной шахты. Приказов признаков заражения СП-610 в третьем туннеле не видно, приблизительно до третьего километра пути, а признаков серьезного заражения до 16 километра. Даже после того, как штурмовые группы прошли вглубь, на большое расстояние по пути не встретилось ни одного существа, зараженного СП-610. А месистые ткани, покрывающие стены пещеры, не представляли особой угрозы для команды. Наиболее важным в то время были сообщения о том, что толщина ткани возрастает. Это позволяло сделать предположение о близком местонахождении источника и о полном отсутствии СП-610 в воде. Когда образец ткани СП-610 отрезали от стены и поместили в воду, ничего необычного не произошло, однако его быстро унесло течение. На 20-м километре ведущая штурмовая группа попросила отправить им вездеход. В наземном штабе был один способный, однако на то, чтобы перевести его в штаб-пещеру, а потом дистанционно отправить к группам, потребовалось бы некоторое время. У штурмовых групп было достаточно рациона, поэтому они разбили лагерь и стали дожидаться вездехода. В это время БПЛА отправился исследовать вертикальную шахту. Результаты этого исследования были отложены. В штаб-пещеру как раз прибыл вездеход, а в конечном итоге зафиксированы в документе данные удалены. Вездеход был доставлен к лагеру штурмовой групп без происшествий по пути, однако сразу после его прибытия, когда началась подготовка к продолжению похода, штурмовая группа подверглась нападению множества крупных существ, зараженных SCP-610, которые появились с ближайшего непройденного участка пути. На видеопленке, взятой из камер штурмовой группы, видно, что людей застигли врасплох, поскольку зараженные SCP-610 двигались бесшумно и незаметно. На одной пленке в течение 1-2 секунд видно, как несколько существ возникают из ткани SCP-610 на стенах, не столько выходя, сколько формируясь из них, а потом отделяются и начинают действовать самостоятельно. Во время этого сражения секречные члены штурмовой группы упали в реку, пытаясь защитить вести год, и контакт с ними был потерян. Однако позже связь была восстановлена. Результаты запротоколированы в SCP-610-L6. В живых остались 3 члена штурмовой группы, вооруженные одним огнеметом. Использование этого огнемета, чтобы отражать нападение, было жизненно необходимым, поскольку обычное огнестрельное оружие наносило зараженным существам очень незначительные повреждения. Эти зараженные существа почти не имели схвостов с каким-либо формами жизни в этом регионе. Это позволяло предположить, что они могли быть созданы самой инфекцией SCP-610 в качестве защиты или антитела. Во время внезапного нападения не произошло никаких несчастных случаев. Оставшиеся члены сумели уничтожить всех нападающих зараженных и продолжить исследование, получив дополнительный приказ попытаться найти потерянных членов группы. Еще через 20 километров река отходит от сухого туннеля, и предыдущий приказ отменили, поскольку безопасно путешествовать по воде не представляется возможным. Через время, засекречено после начала пути, остаток штурмовой группы достигает конца туннеля. На границах участка, ныне известного как Зона Б, группа подвергается нападению меньшего количества SCP-610, которые по размерам гораздо больше предыдущих. Эти зараженные появились в туннеле неожиданно, как будто прятались там, ожидая, пока группа подойдет ближе. Эти существа были убиты из огнеметов, хотя на это пришлось потратить все горячее. С этого момента у штурмовой группы остается только стандартное оружие и личные недальнобойные огнеметы. Проходить пять минут, прежде чем группа продолжает осторожно продвигаться по Зоне Б, ожидая дальнейших нападений, зараженных SCP-610. Туннель расширяется, переходит в нечто, напоминающее неопределенно старые развалины поселения. Конструкция зданий на этом участке более примитивна по сравнению с поселениями в Зоне А и Зоне С. Заражение явно построено людьми. Большинство зданий стоят под углом или под наклоном. Это позволяет предположить, что они оказались под землей в результате обрушения. Особый интерес представляет собой здание, напоминающее церковь с работающей колокольней. Это здание построено на руинах двух других зданий, которые полностью разрушились и имеют прочный на вид фундамент. Все здания на этой территории окружены углублением в земле, наполненным веществом, напоминающим мессистые ткани SCP-610, в жидком виде. Жидкость двигается так, как будто на нее влияет незначительная и невидимая сила. От невидимых точек соприкосновения идут круги. Поверхность покрывается рябью, под действием неощутимого ветра. Группа старается держаться подальше от этой канавы и осторожно пробирается по руинам к церкви, стараясь наступать на прочный фундамент. В церкви, как и ожидалось, стоят скамьи, однако их всего четыре, причем одна сломана, тогда как здание может вместить не менее двенадцати. Три уцелевших скамьи стоят лицом к Амвону, две впереди, одна сзади. Ни на одной поверхности нет следов пыли. Во всем здании идеально чисто. Учитывая его местонахождение и предполагаемый возраст, в полу за Амвоном есть дыра, в которой видна лужа SCP-610, находящаяся под зданием. Церковь и руины выглядят необитаемыми, и исследования церкви проходят спокойно до тех пор, пока не начинает звонить колокол на колокольне. От этого звона здание начинает дрожать, а затем с потолка доносятся человеческие крики. На потолок светит, и оказывается, что к нему прикрепляется огромный ком SCP-610. Из него свисают шесть деревянных дисков, к которым привязаны живые люди. Они полностью покрыты SCP-610, не считая головы, которая, по-видимому, не заражена. Не заражена. Пленники кричат, в то время как колокол продолжает звонить. Диски опускаются на пол. Группа подходит к одному из людей, чтобы исследовать его. В этот момент снаружи здания раздается крик неизвестного существа, заставляя группу спрятаться в тени возле Амвона. Свет гаснет, и все помещение погружается во тьму. Приборы ночного видения тоже выключаются, чтобы нельзя было определить местонахождение группы. Снаружи продолжаются доноситься звуки, постепенно приближаясь, однако их заглушают безумные крики пойманных людей. По крайней мере, один из них заметил группу, поскольку теперь они зовут на помощь. Сбоку от входа в церковь зажигается свеча. Потом с другой стороны зажигается еще одна. Видно, как кто-то ходит туда и сюда с небольшим факелом и зажигает свечи, чтобы осветить дверной проем. Затем он поджигает веревку, покрытую CB610. Пламя быстро охватывает ее и добирается до своеобразной системы подсвечников у входа в церковь. Свет от этих подсвечников освещает большую часть крестов, но не доходит до того места, где прячется группа. У пленников, на которых падает свет, незаметно обычных бежевых признаков инфекции CB610, но вместо этого они завернуты в багровую плоть, которая находится в непрерывном движении и пульсирует. В церковь входит толпа зараженных CB610, неуклюже, но быстро игнорируя человека, который закончил зажигать свечи, и стоит в центре помещения. Они подходят к пленникам на деревянных дисках и начинают дергать багровые выросты. CB610, из-за чего пленники снова кричат и плащут. Судя по тому, что можно разглядеть на добытой видеопленке, багровые плоти CB610 соединяются с пленниками и используют их в качестве источника питания. И это позволяет ей расти и кормиться обычных зараженных CB610. Особо голодные зараженные оторвают куски плоти слишком резко и сдирают таким образом кожу и слои мышц с пленников. Обнаженные части тел быстро покрываются багровой массой, которая увеличивается в размерах. Эта трапеза продолжается приблизительно 6 минут, после чего некто зажигавший свечи бьет в гонг, и все зараженные существа идут к сканьям. Зараженных немного больше, чем свободных мест, однако на передней скамье никто не садится. Некто, бивший в гонг, не садится, а внезапно рассыпается, как будто был сделан из глины. Возле амвона замечено какое-то движение. Из дыры в полу поднимается столб в плоти CB610 и расширяется, двигаясь по направлению к пришедшим существам. Не слышно ни звука. Когда столб останавливается, никто не двигается. Это безмолвие длится в течение 10 минут, во время которых даже пленники люди не издают ни звука. Они замолчали на неопределенное время. Столб CB610 неожиданно втягивается в дыру, из которой появился, после чего зараженные покидают здание. Зажженные свечи не гасят. После того, как все зараженные уходят, из тени выходит группа. Опустившиеся на пол пленники остаются на месте. Крики прекратились. Однако по тяжелому дыханию и движениям видно, что они еще живы. После того, как все три члена группы вышли из церкви, записи с их камер стали беспорядочными. Камера 1 полностью прекратила передачу. Камера 2 взлетела в воздух на несколько метров. А камера 3 засняла, как человек с камерой 2 схватил щупальца, появившиеся из земли, и швырнула его на другую сторону руин. Вне поля зрения. Передача с камеры 1 восстановилась. Видно, как владелец камеры 3 бросился в сторону потерянного члена группы. Но развернулся и побежал обратно, когда из здания начали выходить толпы зараженных ACP-610. Два человека и наступающие зараженные сошлись в восхватке. С помощью штурмовых винтовок и личных огнеметов людям удалось оттеснить толпу настолько, чтобы добежать до вездехода. Когда владелец камеры 1 пробегал мимо одного из зданий, на него из засады бросился человек с огромной косой, напоминающей того, кто зажигал свечи в церкви. Владелец камеры 3 не остановился. Продолжил бежать к вездеходу. Но оказалось, что вездеход наполовину увяз в массе ACP-610, покрывающий землю. Обевернувшись в поисках другого пути побега, владелец камеры 3 столкнулся с лицом к лицу с тем же человеком, заносящим над ним косу. Слышно два выстрела, затем запись заканчивается. Пять часов спустя, когда обруш обсуждались, как можно сдержать или уничтожить угрозу ACP-610 с камер пропавших членов группы, которые упали в подводную реку, началась видеопередача с запаздыванием. Результаты протоколированы в ACP-610-L6. Результаты протоколированы в ACP-610-L6.